Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш сегодняшний эфир в студии Анны Шабадал, Павел Савченко. Она любитель животных, я, ну, как бы, вот тоже... Но зато у нас есть новость общая, да. Осталась буквально неделя до самого доброго фестиваля в Челябинске. Все просто! В этом году пройдет с 6 по 7 июля и не без сюрпризов, конечно. А что интересного ждет гостей, нам расскажет Леонид Иванов, председатель оргкомитета фестиваля «Все просто» и Дарья Васильева, режиссер фестиваля «Все просто», доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте так вот, мы тут тоже немножко пропустили этот фестиваль, для кого этот фестиваль, что за фестиваль, куда бежать? И третий раз он у вас уже? Да, третий раз, это фестиваль для всех жителей города, мы с радостью их встречаем. В этом году планируем увидеть аж 12 тысяч человек. 12 тысяч, ничего себе! Да, мы растем буквально каждый год. Вы меняете площадку и в этот раз опять ее поменялись. Чем это связано и почему это так происходит? Раньше мы были в арт-кластере, а теперь мы развиваем новые территории для того, чтобы показать жителям города, что даже в индустриальных городах можно найти место для творчества. Это будет площадка около завода управления «Конор», там есть чудесный пруд зеленый, который не всегда замечают, и именно около него пройдет фестиваль. А почему? Ну вот просто интересно, почему именно это место? А почему его не замечают? Очень много мест, которые на самом деле прекрасны. Если туда немножечко выложить души еще, то они вообще будут просто невероятно любимые жителям нашего города. И, собственно, там можно проводить время, лежать на травке. Фестиваль кого объединяет, кто приезжает, что это за люди, что за направление? Удивление и все остальное. У нас сейчас через зрители смотрят, и надо же понимать, какую аудиторию. Что все просто, да. Объединяет каждого жителя нашего города. Это семейный фестиваль, это мама, папа, ребенок, это, не знаю, я, ты. Ну, в общем, абсолютно все жители города, они придут, ну, как они должны, мы хотим, чтобы они пришли, и провели очень классное время. Ну, для моего взгляда, фестиваль это как такой второй Новый год. У нас есть простая идея, мы говорим о том, что свой город можно менять своими руками. Не обязательно прибегать к митингам, спорам и прочим, можно просто познакомиться с соседями, улучшить что-то в своем подъезде, в дворе, масштабировать, масштабировать и в итоге перейти на город. По сути, фестиваль все просто объединяет тех людей, которые хотят менять город, пока не знают как, но готовы включиться в эту работу. С точки зрения творчества, с точки зрения образования или чего-либо еще. Ну, то есть у вас рождаются какие-то проекты, мы правильно понимаем? Люди вдохновляются проектами, которые уже существуют там. Это, например, в зоне Лектория, когда мы собираемся всей России, людей, которые уже поменяли как-то свой город. Они приезжают, делятся опытом, люди смотрят и говорят, точно, я хочу точно так же в Челябинске. А вот кто эти люди, которые приезжают, кто будет делиться с опытом? Ну, например, в этом году у нас приезжает замечательная девушка, которая будет рассказывать про доказательную медицину. Про то, как правильно найти информацию в интернете о том, чем ты болеешь, и не подумать, что у тебя бубонная чума. Она будет помогать, рассказывать жителям крупного мегаполиса, каких болезней не стоит бояться, что уже не страшно, как правильно обращаться к своему врачу. Возможно, кто-то из тех людей, которые послушают, сможет изменить направление здорового хранения в какой-нибудь поликлинике, научит общаться с врачей или кого-то еще. У нас есть такие позитивные истории с прошлых лет. Ну вот у вас ваш фестиваль, он такой достаточно легкий. Когда приходишь и смотришь, то действительно кажется, что все просто. Но я думаю, что подготовка – это не так просто. Расскажите, сколько времени вообще уходит на то, чтобы совершить вот эту огромную работу? Начали готовиться в декабре 2018 года, и мы встречаемся каждый вторник и четверг, вот, и готовимся. Теперь пятницу и субботу. Но вы просто хорошо проводите время. Да, да. У нас чудесная команда организаторов. И мы просто любим время провести вместе. Нет, это очень, конечно, ответственно, и я надеюсь, мы не подведем наш город. И так, ребят, пользуясь ограниченным количеством времени, остается совсем немножко. У нас есть возможность пригласить всех челябинцев на этот фестиваль. Куда идти, во сколько и когда? Приходите обязательно на фестиваль 6 и 7 июля. Это следующие выходные за торговым городом Малмаз. Мы будем ждать вас на большой парковке около пруда, где для вас будет огромное количество зон. Это будут маркеты, музыкальная сцена, мастер-классы, огромная зона фудкорта. Зона чила. Зона чила, да, для того, чтобы подохнуть. Даже зона пикников будет. Поэтому приходите, будем вас ждать. Кстати, захватите обязательно с собой книжки на обмен, которые вы уже прочитали. У нас будет большой обмен книг, он больше, в разы больше, чем кроссбукинг. Можно найти книжку для себя. Например, сегодня одну книжку мы принесли для... Как-то так вот. Не рассказывайте пока, да? Да. Рассказывайте, конечно, наоборот. Какую книгу? Это вы будете как раз и обменивать ее? Да, это книжка из моей личной библиотеки. Организаторы всегда первые приносят свои книги. Это книга о городе, его планировании. Замечательного института «Стрелка». Сегодня, я даю вам, ваша редакция. Или вы можете забрать домой. А мы вам готовы подарить наш журнал. Хорошо, я прямо заберусь. Просто актуальна в ближайшую неделю. А вот книга, чувствую я, актуальна будет всегда. Но мы готовы вам поставлять, когда вы будете встречаться во вторник-среду как раз. И еще журнальчики вам дадим. Спасибо вам огромное. Ну, 6 и 7 числа у вас будет много работы. Вы не будете спать, мне кажется, как раз и в ночь тоже. Поэтому, как можно больше людей на ваш фестиваль. Ты уже себя забрал? Спасибо, Лиз, люблю подарки. Ну, а мы благодарим наших гостей. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Леонид Иванов, представитель оргкомитета фестиваля «Все просто», а также Дарья Васильева, режиссер фестиваля «Все просто». Ждем вас на этом фестивале. И так далее. Наша постоянная рубрика «Пушистое утро». Что делать, если вы подобрали бездомное животное? Куда с ним идти? Какие прививки нужно сделать? В первую очередь сейчас все расскажем.